Да, вы будете смеяться, это было в армии, значит, была абсолютно зеленая аудитория, вот, собственно, я тоже был в армии, вот, и все, кто меня слушал, тоже были в армии, вот, перед нами сидело несколько, значит, генералов, потому что это был юбилей, то ли этих самых дорожных войск, то ли еще чего-то, вот, у нас была в войсковой части группы, которую мы так между собой называли братья по оружию, вот, но, как бы, замполит у нас был грамотный, он сказал, что это какая-то дайр-стрейт-совщина и вообще американщина, да, американщина, поэтому вы будете называться группой-связисты, и, в общем-то, любите эти звуки, вот, но, в общем-то, он был, на самом деле, немножко не знал, что такое рок-музыканты, даже в военной форме, вот, и Гриша Завальный там, он тогда писал песни сам, отмочил, конечно, по полной программе, была песня, где были строчки, и я эту песню пою, как упал я в строю, где судьба на краю, и где в душу плевали мою, естественно, все эти генералы, они просто обалдели, вот, звукорежиссера было просто страшно смотреть, он не понял, то ли убирать звук, то ли делать погромче, естественно, все братва, которые там сидели, ну, наши зеленые, все там на уши стали аплодисменты, и все сделали вид, что никто ничего не заметил, вот, но потом все-таки по нарядам полетали, так очень хорошо, вот, ну, и, собственно, гитарист, Гриша и клавишник нашли, что в одной роте служили, до сих пор вместе, такая история. А можно как-то сравнить, там, вот, то, что было, там, первый, второй, третий, там, десятый раз, и то, что сейчас, там, ну, что, типа, на сцене, они похожи или они поменялись? Ну, тогда было волнение очень много, да, когда ты молодой, каждый раз волнуешься, что ты думаешь, вот, сейчас есть два ощущения разных, бывают мероприятия, на которых ты выходишь на сцену, будешь просто кайф, потому что музыка, вот, такой звук, такой клевый аппарат, ты отдаешь полностью все. Это бывает, ну, наверное, три даже. Вот, бывают такие камерные мероприятия, когда можно поговорить по душам с каждым, и что-то отдать, и донести то, что между строк в этих песнях зашито, и как-то докричаться, что ребята, вот, на самом деле, там гораздо больше, чем просто напечатанных букв. Там, там, все прожито на самом деле, и все это своими глазами было увидено в свое время. А бывает третье ощущение, когда ты выходишь на сцену, когда, ну, просто вот, и не понимаешь, зачем ты это делаешь, потому что звука нет, ничего нет, и организаторы не понимают, собственно, зачем они сами все это делают. Кстати, это очень много таких мероприятий, которые делают какая-нибудь администрация, это страшно, какого-нибудь короба или еще что-нибудь. Вот, основное, таких мероприятий бывает. Но, тем не менее, мы пытаемся, собственно, даже там работать достойно, несмотря на все эти условия. Но хочется, конечно, какого-то удовольствия всегда. На самом деле, действительно удовольствия от звука, от того, что все получается, что все хорошо, что песня улетела куда-то вот. Есть такие места, и слава Богу. Слава Богу, все это происходит. Где вам, или они появятся, какие-нибудь открытые фестивали в лесу, или на сцене? Самое потрясающее ощущение в моей жизни, наверное, это сцена Зазеркалья Грушинского фестиваля. Если кто-то там не был никогда и думает, что это фестиваль авторской песни, я все-таки рекомендую заглянуть настоятельно, потому что я сюда первый раз попал в 2006 году, и для меня это стало Новым годом. Потому что там абсолютно разноформатная музыка, разные сцены, от Ивана Смирнова и Архиковского заканчивая там, я не знаю, каким-нибудь рэкет. Но все это очень душевно, осмысленно и с хорошим звуком. Так вот, сцена Зазеркалья на Груши представляет из себя такую поляну с высоченными деревьями, на которых развешаны зеркала, и стоят свечи по вечерам, какие-то лампочки неоновые. Там год в хорошее время Грушинского фестиваля, там до 2000 человек собиралось. Сейчас человек по 300-500 сидит на вечерних концертах. В этом году мы играли там в пятницу в 12 часов ночи, без 12 до часа был у нас большой сет. Конечно, это незабываемое ощущение, потому что звук улетает по всей этой долине, собственно, на природу, и люди там, конечно, слушают просто. Это отдача колоссальная от всего этого. И просто сверху там, волненно, все видно, что происходит. Там кто-то смотрит. А как вы выбираете? А мы не выбирали никогда. Дело в том, что мы когда стали взятыми на Федоровских лугах, то есть первый раз мы поехали на Федоровские луга, когда произошел раскол в 2007 году, с Ильей Будрешевым вдвоем, и там, собственно, были все наши друзья. То есть Паршев Хардинов поехал в Родку Филиппов, и мы приняли такое решение, что мы поедем туда, уйдяем молодежь. Приехали, все было хорошо, мы как раз попали на Зазеркаль, первый раз в этом году. И тогда из леса вышел Тимур Ведерников, сказал, ребята, можно ли я с вами сыграю? Я сказал, да ты что, у нас что-то такие разные. Тимур Ведерников, гитарист-грассмейстер, собственно, и продюсер Макабра, а я его просто в лицо не знал. Так что мне сказали, Сергей, да ты обидел человека, страшно. Я сразу начал искать его извиняться. Это было очень так, по-душевному все, в конце концов, на шоу, мы договорились, что сыграем вместе. В итоге все-таки не сыграли, мы играли вдвоем с Ильей. И вот эта Зазеркальевская атмосфера, где по вечерам, где вот эти ночные посиделки, где просто ставятся столы, там свечи выставляются кальянтами, я не знаю, какое-то там вино, я не знаю. Просто люди сидят ночью, и вот так вот, коротая время, друг с другом общаясь, поют песни, там где-то в кустах, какой-нибудь аппарат стоит еще, негромкий. И потом Зазеркалье как проект уехало на Мастрюковские озера, мы уехали вместе с ним. Потому что Мастрюковские озера предложили, собственно, место, а Кельман не предложили, собственно. Ну и с нами была такая ситуация, то, что мы стали как-то лауреатами, в положении фестиваля было написано, что лауреат приглашают с нас в следующих год гостями на Федоровку. И я был очень сильно удивлен, что нас туда вообще не пригласили. Хотя это было прописано в положении, и мы тогда уже собирали на Федоровке по несколько тысяч человек у каждой сцены. То есть за нами там ходила толпа, и, собственно, сейчас этого нагрушения нет ни у кого. Потому что народу стало гораздо меньше, то есть если в 2006 году было около 300 тысяч человек нагрушить, сейчас-то там два лагеря было сначала по 50 тысяч, с каждым годом все меньше и меньше, там 30-20, ну вот сейчас, наверное, где-то 30-20, наверное, есть. Несмотря на все там цифры официальные, потому что все накручивают себе какие-то рейтинги. Но там осталась именно вот та атмосфера на проектах, на самой Грушинской горе, и все эти традиции сохранены, и зазеркались честно мустрюка, поэтому мы ездим в мустрюке. Можно нам последнюю песню заказать? Да. Вот гитара по спирам. Среагируем на последнюю песню, все, чтобы начать расстроиться чуть-чуть. Тогда от нас скажу, что всем спасибо, что пришел туда, что-то бросит или бросил. У нас есть сайт Dash.ru, который будет скоро обновляться. Есть ВКонтакте группа. Следующий мероприятие у нас здесь будет 20 октября открытой студии за творчество. У нас все есть на сайте.